Не раз при заполнении анкеты или устройстве на работу у вас требовали СНИЛС. Сейчас каждый знает, что СНИЛС – это ламинированная карточка, на которой присутствует номер. Только вот не каждый знает, что конкретно обозначает этот набор цифр. Что такое СНИЛС и зачем он нужен? Система ОПС предполагает, что когда вы встаете на учет, для вас открывается лицевой счет. Данному счету присваивается индивидуальный страховой номер. Данные цифры и есть СНИЛ. В итоге он может быть расшифрован как страховой номер индивидуального лицевого счета. Другой вопрос, для чего эти цифры все-таки используются. Как всем известно, с определенного возраста все мы выходим на пенсии и получаем какую-то определенную сумму денег. Чтобы получить такую гарантию на старость лет, необходимо работать. СНИЛС в первую очередь используется для трудоустройства. Так как на номер этого лицевого счета идут пенсионные отчисления, которые выплачивает ваш работодатель. За этими цифрами также будет закреплен рабочий стаж и размер зарплаты для правильного расчета пенсии. СНИЛС зачастую требуется при оформлении многих других услуг, таких как льготное пособие, денежные выплаты в органах соцзащиты, материнский капитал, регистрация на сайте госуслуг. Свидетельство представляет собой небольших размеров зеленую ламинированную бумажку с напечатанными вашими личными данными и номером лицевого счета. В номере содержится 11 цифр. Первые 9 из них являются номерным знаком документа, а оставшиеся 2 цифры представляют собой контрольное число. Личная информация, имеющаяся на карточке. Ваш эфир. Дата и место вашего рождения. Ваш пол. Дата регистрации свидетельства в ПФР. Номер счета можно узнать и без карточки, если вдруг у вас не оказалось ее под рукой. В таком случае с паспортом необходимо обратиться в ПФР, либо в отдел кадров по месту работы. Узнать номер можно и через интернет на сайте госуслуг. Запомните, что страховой номер – это конфиденциальная информация. Он не может быть получен по телефону. Для получения личного страхового счета вам следует обратиться в ближайший ПФС, обычно по месту регистрации. Необходимо прийти туда с паспортом и заполнить заявление. На протяжении следующих двух недель вы сможете забрать СНИЛС. Для оформления счета на ребенка, не достигшего 14 лет, следует обратиться в Пенсионный фонд России с паспортом родителя, или опекуна и свидетельством о рождении ребенка. Подпись в заполненном заявлении также ставит родитель, или опекун, который должен являться законным представителем ребенка. Детям 14 лет СНИЛС оформляется по всем правилам. С паспортом и заявлением. Учебные заведения не оформляют свидетельства для своих учеников. Поэтому вам необходимо самим получить документ. Озвучено Яндекс Спичкит. Большей частью населения, еще не оформившей свой страховой счет в ПФР, являются сотрудники силовых ведомств. Если возникает ситуация, когда военнослужащий помимо службы занимается какой-либо другой оплачиваемой деятельностью, то требуется оформить СНИЛС для пенсионных отчислений. Стать обладателем документа можно с помощью. Кадровой службы воинской части. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. ПФР по месту регистрации. Граждане других стран, проживающие и работающие на территории России, должны знать о том, что собой представляет СНИЛС. При трудоустройстве, также для получения льгот и многих других услуг, вам может потребоваться свидетельство. Поэтому следует своевременно оформить страховой счет. Получить его можно обычным способом, придя с паспортом и заявлением в ПФР. Номер лицевого счета является бессрочным. Однако нередки ситуации, когда тот или иной документ теряется. Чтобы восстановить СНИЛС, необходимо обратиться в ПФР вместе с паспортом и заявлением об утере. Так как ваши данные вбиты в систему и привязаны к одному конкретному номеру, то сотрудникам не составит труда восстановить свидетельство. Процедура восстановления может занять месяц. Замену СНИЛС также требуется провести, если оно непригодно к эксплуатации, или же ваши личные данные сменились. Нередки случаи ошибок и опечаток в личных данных. В таком случае вам выдается новая карточка с исправленными, измененными или восстановленными данными с сохранением страхового номера, который присваивается раз, и не изменяется. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.